Я вышла на Пикадилли, я шла, ускоряя шаг. Когда меня вылюбили, я делала всё не так. Я вышла на Пикадилли, я шла, ускоряя шаг. Когда меня вылюбили, я делала всё не так. Я вышла на Пикатиле, я шла ускоряя шаг, когда меня вы любили, я делала все не так. Что-то у меня сегодня такое настроение певческое, мне хочется петь. Сейчас сидели, болтали с девчонками, говорят, ты пела? Я говорю, да, 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 девочки, я занималась вокалом в школе, это было последний класс, я не помню, с 9 класса по 11 я занималась, но потом, как говорится, я когда выпустила, стала учиться в университете, я немножко еще походила к моему преподавателю, вот, а потом уже, как говорится, у меня мама умерла, к сожалению, и уже, знаете, было не до того, но какие-то певческие навыки у меня остались, да, вот, ладно, 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 моя хорошая, у нас сегодня с вами закупка, закупка, кстати, кто любит мои песни, можете приходить на наши стримы, они у нас редко проходят, но очень интересно, я там иногда пою, все зависит от настроения, люблю караоке петь, да, меня очень часто заказывают, заказывают меня, вот так, девчонки, мы сходили в спарк, как всегда, как всегда, как всегда, и что мы там купили, мы взяли белый, белый, белый виноград, мы взяли яйца, мы взяли на вечер, девочки, не является вином, не является вином, да, это у нас лимонад, очень вкусный такой вот, да, называется мартиня, мартиня вермут, да, и плюс к этому делу мы взяли вот такой вот, тоник, кстати, этот тоник стоит всего лишь, девочки, 19 рублей считается, смотри, как содовая, вот, мы, знаете, периодически покупаем кофе, 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 короче, кофу, мы покупаем на покровке, вот, и там девчонки делают кофе тоник, как раз вот, из такого лимонада, вот, как раз, он стоит 19 рублей, а знаете, сколько там стоит стакан? там стоит стакан 160 рублей, при условии, что там они наливают того столичка, там еще плюс кофе идет и какой-то сироп, все, вот вам сразу, как говорится, готовый стартап, издержки, я знаю, рублей 20, а продают за 160, вот так, я вот сижу и задумаюсь, открыть ли мне кофейню, мы такое-то сильно дело любим, так, в общем, вот купили, вот купили, вот купили, вот купили, дальше, есть второй, конечно, пакет, еще тяжелее, кстати, вот этот пакет не слоя, налегке, а все остальное вован, так, тут у нас, смотрите, масло, масло, потому что масло у нас заканчивается, плюс у нас еще вот такой вот классный, классный паштет, сейчас расскажу все, взяла укропчик, это кропчик, девочки, дальше, лук зеленый, что им так вкусно было, знаете, с супом, с лук, прям вообще красота, взяли вот такую, говядинку, смотрите, о, говядинка, красивая, вкусная, вот здесь хорошо видно, это у нас говядина, вареная, копченая, традиционная, особая коллекция, и никак иначе, и никак иначе, да, 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 вот такая вот говядинка, дальше взяли картошечки, так, вот такую вот упаковку картошки, хорошая, молодая, слушайте, я в инстаграм выставляла stories, девчонки, прикиньте, у вас картошку продают, не более 10 килограмм в одни руки, не знаю почему, считается как акционный товар, еще взяли вот такой вот классный, классный, ну сейчас, короче, покажу, вот еще дынька у нас, колхозница, первая дыня в этом году, надо будет потом еще, знаете, что сделать, что купить, надо будет еще потом арбуз купить, арбуз, мне кажется, будет очень здорово, арбуз так и просится на вкус, взяла, разумеется, банное мыло, куда же без него, вот, что у нас здесь еще, холодненькое такое, а, хлебушек, сергеевский, конечно же, куда же без него, хлебушек, и сосиски, ой, пакет порвался, очень грустный, очень грустный, так, сосисочки, ну, начнем, девчонки, честно, потеряла чек, точнее, я его просто не взяла, мы на этот раз решили с Вовчиком попробовать, что такое касса самообслуживания, да, мы полностью все это сделали, вот, но я уже пробовала эту кассу в пятерочке, уже в спаре, очень удобно, на самом деле, когда ты сам себя обслуживаешь, правда, там, конечно, кассиры еще бегают, показывают, что да как, вот, но если, знаете, вот ты приходишь и покупаешь что-то там, одну-две позиции, и если у тебя там везде есть штрих-коды, очень, на самом деле, удобно, вот, и, ну, девчонки шутят, к нему очень многие покупатели подходили, говорят, вы нам настолько доверяете, потому что, знаете, некоторые люди бывают, что обманывают, потому что можно, например, брать, не знаю, виноград, вот, взять белый вот такой, да, пробить его, не знаю, как самый дешевый, или пробить, например, виноград, как, я не знаю, как яблоки, вот, пока, грубо говоря, пока никто не видит, но лучше такое не делать, потому что, если вас поймают, а-та-та будет, так, честно, чек не взяла, но давайте прям по списку, вот такой вот тоник взяли, знаете, взяли тоник, он сладкий достаточно, но, так как мы взяли чинзана, у нас он очень сухой, вот, экстра драй, вот, он, получается, наверное, кисленький, наверное, должен быть, да, Торино Италья, какой-то итальянский, вот, я подумала, что лучше взять вот такой вот сухой вермут и вот такой сладкий тоник, чтобы они друг друга скомпенсировали, сейчас охладим, это будет прям бомба, легкий-легкий такой, знаете, чисто вот, на бодяжке-то причем можно-то, видите, сколько, получается, здесь полторашка, здесь литр целый, то есть целых 2,5 литра всякой вкусняшки, вот, это, мне кажется, лучше, чем какое-нибудь вино, хотя я предлагала Вовчику вино, да, предлагала вино, вот, и так как мы на ужин-то заказали роллы, девочки заказали роллы, а знаете, где я заказала? Суши Стар, мне, по-моему, писали про эту фирму несколько раз, девчонки говорят, закажи, да закажи, очень хорошие, вкусные, я не помню, там что-то я смотрела, Суши Вип, Стар, вот, не могла долго вспомнить, и вот нашла вот эти Суши Стар, решила попробовать, что это такое, так что у меня воскресенье, это суббота, у нас для вас уже воскресенье, я думаю, что, выходные, надо как-то это, вот, а завтра мы уже будем готовить, я взяла картошку, у нас есть, кстати, говядинка, взяла вот укропчик, что у нас там еще потребуется, морковка у нас есть, лук у нас есть, и грибы у меня еще есть, вот мы сделаем такое, знаете, как рагу, рагу из картошки, там, с мяса и так далее, так, ладно, дальше, 19 рублей стоит вот такой тоник, знаете, очень выгодно, на самом деле, девчонки делают кофе-тоник, и получается, ну, блин, за себестоимость кофе, дай бог, рублей 20, и то это кофе, сироп, стакан и тоник, да, а выхлоп 160, вот, считайте, чистой прибыли 140 рублей, ну, хотя это не чистая прибыль, там еще минус, это, минус аренда, зарплата, электричество и так далее, но в любом случае достаточно выгодно, вот, дальше, взяли вот такой вот чинзана, написано, кстати, не является вином, но я так поняла, это вермут, вот, что-то вот захотелось такого вот, такого легкого-легкого, не так, чтобы просто в раз и ударило, а сидишь спокойненько, подтягиваешь холодненького напиточка, кстати, скачала фильм, называется Аферистка, очень классный фильм, вот, вчера смотрела, знаете, тоже листала это YouTube, вот, и наткнулась на список лучших фильмов, которые вышли, то есть уже, как бы, уже можно посмотреть, и вот наткнулась на фильм, там еще играет, кстати, Питер Динклейдж, это, знаете, карлик из Игры Престолов, вот, он очень классный актер, мне прям нравится, вот, и красивая такая блондинистая актриса, вот, и мне понравился сюжет, в общем, скачала, сегодня будем вечером смотреть, вот, взяла, кстати, Чинзана стоит 839, у нас вот такая вот бутылка литровая, получается, там был еще, знаете, вот этот вот Мартини Бьянко, но он вообще, он 900 вообще стоил, вот, и мы решили, как бы, немножечко закономить, в принципе, тоже неплохой вариант, так что взяли вот такой вот вариант. Дальше, взяли виноград, виноград у нас по 219 рублей, что-то надоело мне уже черешня, одна черешня до черешня, вот, а виноградик самая тема, это белый виноград, очень вкусный, мне нравится травку рыбку, вкус у него шикарный, не знаю, насколько, ну, здесь где-то, наверное, ну, грамм 700, может, 800, ну, явно не килограмм, пару веточек взяла, вот, как раз, вот, знаете, вот, соединить вот это и под виноградик, девочки, это самое лучшее, и, кстати, Вован предложил вот этого взять. Дальше, взяли еще вот такие вот сардельки в Ивановске, ну, конечно же, он их очень сильно любит, сардельки докторские, черные, шихинские, вот, смотрите, еще он, еще, тысяч, 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 они у нас получились на 154 рубля, цена по 299, была очень хорошая акция, а акции я очень люблю, мне кажется, нет ни одной нормальной женщины, которая не любит акции, распродажи, всякие подарки, сувениры, это же прям, знаете, как вот, надо брать, 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 и не всегда, кстати говоря, товары по акции являются плохими, не всегда у них заканчивается срок годности, просто какой-то, видать, либо товара слишком много, и, соответственно, они делают акцию, либо, может быть, какая-то рекламная акция проходит, либо еще что-то, но бывает такое, что делают акцию, когда действительно заканчивается срок годности, обычно чаще всего это бывает у какой-то кисломолочки, я вот часто встречала, даже, например, в пятерочку приходишь, и там, знаете, буквально там остается 2-3 дня реализации там какого-нибудь кефира, и они там резко там, знаете, там 20-30 процентов скидывают, вот, дальше, вот такой вот укропчик у нас стоит 29,90, такой вот укропчик, свеженький, хорошенький, завтра будем готовить, Вовчик изъявил желание, сам приготовить, а в мультиварке, а вот у нас есть свининка, есть говядина, не знаю, что сегодня разморожу, ну, конечно, у меня, это, это какое, морозилка у меня вся забита мясом, там есть мясо, там есть, курицы вот нету, да, рыбы нету, вот, вся закончилась, вот, и, короче, будет завтра готовить, так, это нам потребовалось, взяла акционные яйца, вот такие вот, золото все, и, ну, кстати, знаете, сколько стоит? Слось 54 рубля, девочки, 54, здесь целый десяток, яйца С1, достаточно неплохие, в смысле, все-таки, хорошие яйца, вот, 54 рубля, никого народом, да, может быть, там, конечно, животок будет не самый яркий, но почему бы и нет, почему бы и нет, вот, стоит 54 рубля, свеженькие, хорошенькие яйца, вот, Вовчику взяла вот такое вот мыло банное, любит он таким мылом мыться, стоит 54 рубля, вот, яйца 54 и мыло 54, вот, один в один, дальше, тоже в том же отделе взяли вот такой вот классный Неве, гель уход для душа с маслом Ноно, Монои и невероятно нежная кожа с маслом Нонои, крем и Карамбала, о, запах мне, девочки, очень понравился, о, такой запах, не знаю, вам пахнет, не пахнет, может быть, пахнет, мне очень понравился запах, вот, ну, Вовчик вообще у нас очень любит всякие гели, шампуни, вот, я обычно предпочитаю мыло Дав, как-то мне оно привычнее, Но, знаете, запах просто балдежный, и написано, что ваша кожа будет нежная и приятная, как у младенца, да Дальше, купила еще вот такое вот масло, масло крестьянское, масло у меня заканчивается, очень прикольно на нем жарить, парить, не знаю, там, бутерброды делать Вот, стоит 119 рублей, кстати, ну, была акция, но я бы не сказала, что это такая акция Вот, написано состав сливки, пастеризованные, там еще было какое-то масло, 109 рублей, вот, но, что-то вот, вот это оно более такое нормальное, Княгиненское масло сливочное, вообще считается, как сладко-сливочное, вот, вообще, конечно, масло в последнее время подорожало, И, вот, знаете, вот, если выбирать, там было и по 150, и по 180, за вот такую маленькую 180-граммовую упаковку, вот, было масло, да, то есть, и по 180 рублей Но, знаете, как вот я смотрела однажды передачу, там, по-моему, контрольная закупка, и как там сказали, что если в составе указаны только сливки, без всяких, там, загустителей, там, е, и так далее, то можно брать любой вариант Все зависит от того, что, какой на вкус сливки, такое и будет по вкусу масло, вот, и, знаете, вот здесь написано на сливки, и все, я взяла 119 рублей, никого народу Дальше, взяли вот такой вот паштет, утиный мусс, шампанскими грибами, девочки, ну, у нас же, у нас же чинзано, поэтому взяли утиный мусс, шампанскими грибами Честно, очень захотелось, какого-то паштетика, такого вкусненького, классненького, смотри, вот такой вот С парень, знаете, продавались этот паштифт в таких огромных емкостях в виде бутылки шампанского Вот, взяла я, сколько здесь получается, 174 грамма на 313 рублей Вот на пару раз сделать бутербродики, знаете, будет очень вкусно, с горячим чаем, там, с какими-нибудь овощами, фруктиками, и будет просто шикарно Не смогла удержаться и взяла вот такую дыню-колхозницу, девочки, это первая дыня в этом году Взяла самую маленькую, потому что не уверена, что Вован будет со мной кушать Вот, хочу, может быть, либо сегодня на ужин сделать, ну, его порезать, либо, может быть, завтра порежу Что-то мне очень захотелось дыни Дыни-дыни, вот, тем более такой запах, уже они прям там все продаются Вот, такая вот дыня, смотрите, стоит она, по-моему, по 129 рублей Вот, обычно запах нюхаю, то есть, как выбирают дыню, по запаху, должна очень хорошо пахнуть Вот, не знаю, насколько она вышла, но вообще по 129, но она маленькая такая, ну, полкило, мне кажется, ну, максимум килограмм может даже если Дальше, что еще за? За лук, зеленый, такой вот лук Лук? Лук, я твой сын Не помню, почем он Молодой лук, знаете, мне очень нравится, на самом деле, в прикуск, просто с супом, с солью, как мы сегодня ели на мукбанке Ну, право, вообще, красота Дальше, не стала брать никакой колбасы Просто, вот, была акция на говядину вареного копченого, традиционная особая коллекция Вот такая говядинка, девочки, смотрите, какая красота Просто прям отвал башки Стоит она по 1099, но по акции она была 999, то есть, ну, 100 рублей минус Вот, и получилось на 426 рублей, вот такая вот говядинка, 400 грамм Здесь она, видите, такая большая, то есть, ее можно будет порезать У меня уже слюни текут Кстати, здесь я вот кусочек один открою, потому что прям очень хочу кушать, а даров ждать еще очень долго Так, сейчас откроем с вами, попробуем, что такое Вот это открывать пробовать не буду А вот это можно попробовать Я вот прям кусочек оторву О, смотрите, какая вкусняшка Пробуем Вкусно Очень вкусно, очень нежно Вдохнишься А то в Чернышихинске Ммм, мм, мм, мм Я только раз половину кусочка, вочек отнесу Я все очень люблю На самом деле, вот эти Чернышихинские продукты Вот Очень вкусные Так Дальше что взяли Взяли еще вот такую картошку Почему-то у нас там стоит ценник У них более 10 килограмм в одни руки Вот Картошка, кстати, прям хорошая, молодая Прям видно, знаете, вот эта вот Маленькая Какая, не маленькая Чешуя вот эта с нее прям облазит Хочу прям сварить, может быть, даже в мундире Вот И будет очень здорово Я, кстати, подписана в Инстаграм На, знаете Владимира Мишлен Или как там его В общем, короче, парень такой классный Привет, какие мы хорошие Вот так вот Может быть, кто-то знает про него Вот И он в Инстаграм в основном Вот И он как-то делал, знаете, картошку Такую мятую Сначала ее отварил Потом ее помял Потом как-то сбрызнул И еще запек Вот И как-то прям получилась такая вкусная-вкусная Я думаю, может так же приготовить Вот Картошка, кстати, была, по-моему, по 29 рублей Вообще не дурно Вот И взяли вот такой хлеб сергеевский Почему-то он, кстати, в этот раз Он прям какой-то белый Вот Ну, вообще, этот сергеевский хлеб Это, знаете, как сочетание Белой и черной муки Ну, иногда он более черный, иногда он более белый Взяла прям вот такую маленькую бухадочку Чтобы, ну Так сказать, не испортилось Не пришлось его хранить в холодильнике Вот Так что Мы сейчас с Вовчиком ждем роллы Попробуем новую доставку Вот Что-то мне захотел с роллами Не хотела ничего готовить Что-то, блин Что-то не хочу Ни картошки Ни мяса Ничего не хочу Ни салата Хочу просто тупо роллов Взять Букальчик вкусного напитка разбодяженного Знать ее так Медленно 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 Подтягивать И покушивать Этой роллы Вот И наслаждаться, так сказать Доставочкой Да Вот такая вот у нас Закупочка получилась Сейчас Вовчику, кстати говоря Отнесу Вот эту вот вкуснятинку Ну прям вообще вкуснятинка Плюс заодно, кстати говоря Уберу Вот этот Сниму вот эту пленочку Лучше вот эту пленочку сразу снимать Потому что она плохая Так, ну где тут у нас Где тут у нас Поделаем Что-то церемонится Я ему отдельный кусок принесу Блин, очень вкусная говядина Прям вообще свежатинка, девочки Прям свежатинка Ммм Ммм Мм Ладно Будем заканчивать Так, где у меня салфет Да Ток что салфет была в руках А, вот она Вот Будем заканчивать Всех люблю, всех целуем Пишите, что вы обычно покупаете Так он наша закупка Обязательно с вами попробуем дыню Вот Вечером Приходите обязательно На роллы С Легким-легким вот таким вот Ороматом Чунзану У нас сегодня итальянские вечера В японском стиле Да Пойдет тоже вовчик угощен Это он же тоже из голода А то что это грибной суп То он как-то быстро переварился Все, всех любишься, целую Не забывайте на вас подписываться Подписывайтесь на наш инстаграм Всем спасибо Всем пока Пока-пока Не могу выключить Не могу с вами расстаться Пока